Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Для животных, обитающих в горах, природа готовит суровые испытания. Отвесные скалы, крутые склоны, бедную растительность и большие перепады температур. На первый взгляд, подобные условия не особенно благоприятны для жизни, но только не для альпийских горных козлов. В амастердамском зоопарке Артис проживает большое семейство этих животных. Для жизни в горах они великолепно приспособлены. Теплая шерсть, сильные мощные ноги и отличная прыгучесть. Их копыта великолепно приспособлены горным ландшафтам. Они имеют строение мягкой подушки, снаружи одетой в прочную броню. Такая подушечка – отличный амортизатор. То есть, спрыгнув с большой высоты, животное на этих подушечках как бы пружинит. А внешнее роговое вещество копыт очень прочное, к тому же постоянно меняется и быстро отрастает. То есть, копыт альпийских козлов никогда не бывает изношенными. Такое уникальное строение копыт позволяет альпийским горным козлам совершать любые самые отчаянные прыжки. Кстати, в своих родных Альпах альпийские горные козлы живут на порядочной высоте – от двух до пяти тысяч метров. Живут они стадами, причем стада эти очень разные – от трех до тридцати сорока голов. Эти животные довольно осторожны и пугливы. Если они чувствуют себя спокойно, то пасутся на знаменитых альпийских лугах. Но при малейшей опасности скрываются среди скал. У них совершенно замечательные мощные рога. Они достигают длины в один, а то и в полтора метра и могут весить до десяти килограмм. Растут рога в течение всей жизни животного. Первого кенгуру привез в Европу знаменитый мореплаватель капитан Джеймс Кук. Было это в 1770 году. Тогда все газеты Лондона напечатали объявление, что в Европу прибыл удивительный зверь – кенгуру. Нежное, кроткое, изящное животное, которое зрители награждают бесконечными рукоплесканиями и провожают восхищенными взглядами. Внизу стояла маленькая приписка – плата за вход – один шиллинг. По тем временам это были совсем немалые деньги. Ученые не только зоологи, но и лингвисты много раз пытались дать ответ на вопрос – откуда взялось у этого животного такое странное название – кенгуру. Одно из версий – оно возникло как следствие так называемого испорченного телефона. Или просто лингвистической ошибки. Когда Джеймс Кук беседовал с аборигенами Австралии, он пытался спросить у них – что это за зверь? Морда его похожа на морду оленя, прыгает он как кузнечик, а хвост его такой сильный, что он может стоять, оперевшись на него много часов подряд. Аборигены, конечно, не понимали, о чем говорит с ними Кук, а он все время повторял – «Can you tell me? Can you tell me? Can you tell me?» «Можете ли вы сказать? Можете ли вы сказать? Аборигены, можете ли вы сказать?» А аборигены пытались повторять вопрос Кука. Что-то они, конечно, переврали, потому что английское произношение у них было, видимо, еще хуже, чем у меня. В конце концов Кук переспросил – «Кенгуру!» Аборигены радостно закивали в ответ. И вот таким образом возникло это странное слово – «кен-гу-ру». Но это лишь одна из версий. Есть и другая, чуть менее красивая, но тоже любопытная. Согласно этой версии на вопрос Кука, что это за животное, вождь местного премия ответил – «кен-гу-ру», что на языке аборигенов означало просто «Я не знаю», то есть «I don't know», сказал абориген. Так что ответ на этот вопрос о происхождении и названии этого животного так до конца и не исследованы. Любопытно, что ни Джейнс Кук, ни сопутствующие музеологи не заметили главную, самую невероятную особенность этого животного – кенгуренка в сумке, а заметил эту особенность за сто лет до Кука старый морской волк голландец Франц Пельсарт, который в конце 17 века высадился у берегов Австралии и впервые встретил кенгуру. То есть тогда это еще животное, кенгуру, не называлось. Да и в Европу Пельсарт это животное живьем не привозил. Пельсарт описал его так. «Мы обнаружили у самки на животе сумку-мешочек, в который можно просунуть руку. В этой сумке на молочном соске висел детеныш величиной с фасолинкой». Вероятно, писал Пельсарт, эти детеныши отпочковываются от сосков. Вот таким невероятным было одно из первых свидетельств европейцев об этом животном. Интересно, что кенгуренок на самом деле родится величиной с фасолиной. Его вес при рождении около одного грамма. Но он, конечно, не образовывается на соске у матери сам по себе. То есть не отпочковывается, как написал голландский путешественник Пельсарт. Детеныш кенгуру рождается самым обыкновенным образом. Правда, всего через пять недель после зачатия. После этого мама кенгуру садится, просунув хвост между лап, и детеныш переползает в ней в сумку, находит там сосок, присасывается очень крепко и висит на нем, пока не увеличивается в размерах настолько, чтобы начать самостоятельно вылезать из сумки. Любовь детеныша к маминой сумке такова, что кенгуренок, будучи уже совершенно самостоятельным, все равно в нее продолжает залезать. Кенгуренка может исполниться год. У него уже ноги в сумку не помещаются, и хвост торчит. А он все равно пытается залезть в сумку по старой памяти. Прежде чем начать свое путешествие по Голландии, я прочла путеводитель полиглот. Это очень интересная информация в удобном для вас формате. Мы сейчас с вами зайдем в аквариум, который построен в 1782 году. Это даже трудно поверить в это. Представляете, уже тогда все было продумано, чтобы люди видели, какие чудеса есть в мире, какой животный прекрасный мир. 1882 год. Удивительно. Пойдемте. Первые известные истории домашний аквариум придумали ацтеки. В покоях ацтекского правителя Монтезумы были найдены прозрачные чаши для содержания рыб. А вот современный, специально оборудованный аквариум ведет свою историю с 1853 года. Именно в этом году английский ученый-натуралист Уар запатентовал в своей первой в мире оборудованный аквариум. Он был создан за 12 лет до этого, в 1841 году. А в 1849 году в лондонском зоопарке был открыт в первой в мире публичный аквариум. Кстати, первая московская экспозиция аквариум ровесница этой, голландская. Она тоже начала свою работу в 1882 году. Эти нарядные ярко-желтые рыбы относятся к семейству рыб-хирургов. Природа наделила их необыкновенной особенностью. Возле хвостового плавника с двух сторон по бокам у них есть очень острые ножики. Эти ножики могут прятаться, укладываться в специальные пазы на теле рыбы, когда вокруг все в порядке. А в целях защиты или нападений могут выставляться вперед. Причем эти ножики настолько острые, что вполне могут сравниться с хирургическим скальпелем. Это единственное средство защиты этой рыбы. Но какое опасно! Окрашена рыба-хирург довольно яростно. Посмотрите, какой яркий, почти светящийся желтый цвет. Окраска всего семейства рыб-хирургов довольно разнообразна. Но все эти рыбы раскрашены подчеркнуто ярко. Спрятаться с такой окраской совершенно невозможно. Да и не нужно. Эта окраска скорее предостерегающая. Только тронь меня, хуже будет. Здесь живет электрический угорь. Его заряд около 600 вольт. То есть если вы к нему придете в гости, вот сюда вот в эту дырочку, вас сразу убьет. Представляете? Знаменитый электрический уголь. Отлично известен науке еще в середине 18 века. Силой электрического заряда этой рыбы рассчитывал великий физик Майкл Фарадей. Оказалось, что заряд этот может быть в 600 и выше. Даже до 700 вольт. Причем такую электрическую молнию эта рыба может метнуть до 150 раз в час. У крупного, долго неразряжающегося угря напряжение электрического тока в момент удара может достигать рекорды для этих рыб отметки. 800 вольт. Все тело электрического угря представляет собой электрическую батарею. Положительный заряд находится у него в голове, а отрицательный в хвосте. В мутной воде своей родной реки Амазонки электрический уголь ориентируется с помощью радара. На его морде находятся бугорки, которые воспринимают, какая перед ним находится добыча и возможно ли для нее ее съесть. Затем мечет в нее свои молнии и приступает к трапезе. Самый главный вопрос, который возникает при виде этой рыбы, откуда в нем электрическая энергия? Внутри его тела насчитывается до 8 тысяч пластинок, отделенных один от другой студенистым веществом. Каждой пластинке подходит нерв, идущий от спинного мозга. С точки зрения физики, эти приспособления представляют собой самую настоящую электрическую батарею. Уголь накапливает электричество и по своему усмотрению разряжается через любое тело, которое решится к нему прикоснуться. Вот такое животное страшное. Характерная особенность электрического угря и других рыб, имеющих электрические органы, это их крайняя малая восприимчивость к действию электрического тока. Любой электрический угорь безо всякого вреда для себя переносит напряжение в наши розетки 220 вольт. Для него просто ничего. Вы сейчас видите одну из самых опасных, хищных и непредсказуемых рыб – мурена. Сейчас мы о ней расскажем. Достаточно взглянуть на мурену, чтобы понять, что шутить эта рыба не будет. Посмотрите, какие внушительные у нее зубы. Этими зубами она с легкостью может перекусить человеческую руку. В свое время мурена частенько так и поступала. Сохранились свидетельства, что в ремнем Риме в бассейн с муренами бросали провинившихся рабов на съедение этим хищников. Строго говоря, мурен содержали в бассейнах совсем не для этого. Мурена – рыба довольно вкусная и разводили их просто для еды. Существует мнение, что мурена – ядовитая рыба. На самом деле это не так. Хотя, на мой взгляд, вполне достаточно и того, что это страшный хищник. Кроме того, эта рыба очень внушительных размеров. Длина ее может достигать трех метров, а вес – десять килограмм. Но это все-таки редко встречающиеся гиганты. Средний размер этой рыбы около метра, при весе до шести килограмм. Встречаются и совсем малютки, не превышающие в длину и десяти сантиметров. Однако у любой мурены есть ее широкая пасть с крепкими зубами. Пойманная мурена охотно пускает в плот зубы и способна сильно поранить. Посмотрите в этот аквариум. Рядом с муренами, совершенно не опасаясь, плавают маленькие, синехвостые рыбки, которые называются чистильщики. Они не боятся даже влезть в рот мурен. Вот так. Редактор субтитров А.Семкин Вы знаете, какая она грациозная? Какая необыкновенно грациозная на нее стать. Фигура. Это что-то такое космическое. Одна из самых интересных тем для меня в зоологии это характер животных. У каждого из них есть свой темперамент, свои типичные черты, свой уровень ума. А человечевой, конечно, животных не стоит. Животные есть животные. Но, тем не менее, характеры у них по-настоящему разнообразные и узнаваемые. У каждого свой. Тюленям, как никому из животных, присущ артистизм. Можно даже сказать, что это основная отличительная черта тюленевого характера. Они обожают игру в любом ее виде. Это очень умные звери, способные запоминать сложнейшие пространственные фигуры. Они, например, могут запомнить рисунок на дверцах ящика, в котором, предположим, спрятана рыбка. Такой сложности, которую даже человеку запомнить трудно. Тюлени, на удивление, добродушные, находчивые животные. Это при том, что тюлени, животные хищные, питаются они, и в основном рыбой. Тюлени, как известно, прекрасно дрессируются и с удовольствием принимают участие в самых разных представлениях. Это в равной степени относится и к обыкновенным тюленям, или, как их еще называют, настоящим тюленям, и к тюленям-ушастым или морским львам. Тюлени настоящих и тюлени ушастых отличают друг от друга несколько вещей. Во-первых, конечно, уши. У ушастого тюленя ушные раковины торчат, за что он называется ушастым. У обыкновенного тюленя на месте ушей просто дырочки. Уши у него расположены внутри. У настоящих тюленей задние конечности ласты, и хвост не приспособлен до того, чтобы на них опираться. Они всегда вытянуты назад. Тюлени превосходные ныряльщики. Они могут достигать глубины 600 метров, оставаясь под водой более часа. Невероятно. А главное, что у него детское лицо, абсолютно ребенка. И глаза такие детские. Как будто у него тело и его морда, они как бы не связаны друг с другом. Она как будто от другого существа. Ой, что-то космическое. Посмотрите, какое огромное тело. Нам очень повезло. Смотрите, как он завис около нас здесь. Что-то там собирает какую-то еду. А знаете, мне впечатлить, что он трется и поплыл. Ай, какой же он красавец. Ай, какой же он красавец. Корректор А. ПЕСНЯ Пингвины! Пингвиновые или пингвины – это семейство нелетающих морских птиц. Единственные в своем отряде пингвинообразных. Есть несколько вариантов происхождения слова «пингвин». В алийском или кельтском языке «пен» – это голова. «Гвин» означает «белая». Раньше так называли вымершую, ныне бескрылую гагарку из семейства Чистиковых. Считается, что моряки называли пингвинов «пингвинами» по причине схожими этих двух птиц – пингвина и бескрылой гагарки. Есть и другая версия, что слово «пингвин» происходит от латинского слова «пингуис», что означает «жирный», «неповоротливый». Ну, пингвин – птица действительно жирная и тучная. Но относительно неповоротливости тут можно поспорить. Это довольно ловкая птица. Все представители этого семейства плавают и ныряют очень хорошо. Замечательная особенность пингвина – то, что перья у него растут по всему телу. У всех остальных птиц есть участки, покрытые перьями. Они называются птерилии. Есть участки голые, которые называются аптерии. У пингвинов, вероятно, потому что они много времени проводят в воде, перьевой покруг сплошной. Перья их очень плотные, прилегающие тесто друг к другу и больше всего напоминают самую настоящую чешую. Субтитры подогнал «Симон» Ой, знаете, что это такое? Что это за ларек? Я сейчас расскажу. Hello. Hola. В этом ларке продается голландская селедка. Вы знаете, что мне сказали? Что селедки вылавливаются только вот такие. Если селедка чуть побольше, ее выбрасывают обратно в воду. И вот мы сейчас ее попробуем. Чем она отличается от балтийской сельди и атлантической? Тем, что она сладковатая на вкус. И ее подают вот так вот с лучком и с солененьким огурчиком. Сейчас я заплачу денежку. Она небольшая, селедка стоит недорого. На удовольствие море. Конечно, русскому человеку хочется под селедку еще что-то, но мы бы попробовать просто селедку. Вы видите, ее подают не только с голландским лучком, но и с голландским плашком. Чтобы вы знали, какую селедку мы едим. Но знаете, я могу еще сказать, что это так вкусно, что я не могу остановиться. Мы с вами находимся на Рэмбонд Пляй. Вы видите позади меня скульптуру Рембрандта, великого художника, голландца, которого здесь чтут, обожают. Поэтому называют площади. Стоит на самом главном месте его фигура. А это все, что вокруг. Это тот самый ночной дозор, его картина, когда они охраняют царское семейство. И, пожалуйста, не путайте с нашим ночным дозором, который снимался у нас в России. Что часто делают туристы, приезжающие в Амстердам, когда им говорят экскурсоводы, что вот этот ночной дозор. Они говорят, как ночной дозор снимался здесь? Нет, уважаемые, это было совершенно в другое время. И это картина ночного дозора. А это вот так они решили выставить эти фигуры, которые здесь потрясающе совершенно украшают эту площадь. В 2006 году в Голландии отмечали юбилей 400 лет со дня рождения великого Рембрандта. В честь этой знаменитой даты была изготовлена скульптура по знаменитой картине Рембрандта «Ночной дозор». Полностью она называется так. Выступление стрелковой роты капитана Франца Беннинга Кока и лейтенанта Вильяма ван Рейтенбурга. Она была написана в 1642 году. А свое легендарное название «Ночной дозор» Холлс получил гораздо позже, в 1808 году, из-за сильного потемневшего лака. Лишь в середине 20 века реставраторы обнаружили, что действие на картине происходит днем, а не ночью. Самое замечательное, что авторы этой скульптурной композиции российские скульпторы – Михаил Дронов, Александр Таратынов и Игорь Козлов. Голландия – удивительная страна, она очень чтит свою историю, и поэтому все дома, все окружение здесь сохраняется, и внутренности домов сохраняются. И все, что имеет отношение к истории Голландии, все это бережется и чтится этими людьми. Вот что приятно. Вот на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наше путешествие по Амстердаму. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!